К другим темам. Трагедия в детском доме в Караганды. Там умерла 7-летняя девочка. Воспитанница подавилась куском хлеба. Одна из версий причин гибели ребенка – аденоиды. В истории разбиралась Людмила Батюшкина. Девочка поднималась по лестнице, возвращаясь в столовой, когда стала задыхаться. Медики детского дома пытались оказать первую помощь, но ничего уже не смогли сделать. В принципе, меры сразу принялись, как девочки в столовой. Плохо. Когда происходит такое ЧП, вообще в жизни такие случаи бывают, там решают все секунды. Пытались, конечно, пытались. По мере того, как оказывалась помощь, параллельно была вызвана скорая помощь. Вика Соловьева поступила в детский дом всего за две недели до инцидента из Тимиртау. Сотрудники не успели сделать даже фотографию девочки. Ее мать лишили родительских прав, отца нет. Не об этом случае выступают слезы на глазах. В ее 12-летней практике это первый такой трагичный случай. Но руководство управления образования области запретило нам снимать сотрудников детского дома. Без камеры сотрудники детского дома рассказали, что девочка поступила слабая, худенькая, с запущенной болезнью. Она хрипела и тяжело дышала. Поэтому даже ночью воспитатели подходили к ребенку, переворачивали его, боялись, что она может задохнуться во сне. По словам педагогов, уже на следующий день после поступления в детдом девочку отвели в поликлинику. Лора-врач поставила диагноз аденоиды второй степени. Ребенка включили в очередь на операцию, которую должны были сделать через две недели. Это заболевание, которое подлежит плановому лечению. Поэтому в плановом порядке планировалось оперативное лечение. Девочке было назначено обследование. Плановая санация хронических очков инфекции для последующей госпитализации. Областным управлением здравоохранения проведено внутреннее расследование. Решили, что в трагедии никто не виноват. Несчастный случай. Сказать, что конкретно аденоиды послужили смертью, конечно нет. Потому что у нас каждый ребенок, каждый второй ребенок имеет аденоиды. И это не значит, что мы всем сразу же удаляем аденоиды. Показанием должно быть серьезное затруднение носового дыхания, которое мешает ребенку дышать носом. И это решает, конечно же, решает только лор-врач. Заключение патолога-анатома о причине смерти девочки – механическая асфиксия пищевыми массами. На похоронах Вики ее матери не было. По словам педагогов, родители ребенка не смогла разыскать даже полиция.